В рамках 87-й генеральной сессии Международного эпизоотического бюро состоялись в Дни Узбекистана. Посетители смогли насладиться колоритом национальных тканей, изделий из керамики и многообразием вкусов блюд узбекской кухни, через которые можно соприкоснуться и с традициями, обычаями нашего народа. Шесть дней в Париже эффективно прошли под девизом «Мир и здоровье – единое богатство». Сессия, полная инновационных и креативных идей, охватила самой актуальной темы отрасли и, как результат, были приняты важные решения. Традиционно в рамках мероприятия организуются Дни культуры стран-участниц Всемирной организации охраны здоровья животных. На этот раз – Дни культуры Узбекистана. Мероприятие, инициированное Государственным комитетом ветеринарии и развитию животноводства, дало возможность познакомиться с культурой, историей, туристическим потенциалом и национальной кухней Узбекистана. На церемонии открытия организаторы подчеркнули важность развития межгосударственного сотрудничества, расширения культурных связей между народами. Я уже был в Узбекистане, и я чувствую, что ваша страна очень сильно открывается и дает желание его больше знать и посетить. Я надеюсь, что я смогу чуть-чуть себя чувствовать в этой стране почти как Узбек. В столице мировой моды и парфюма почти каждый день становится адресом различных презентаций и показов международного масштаба. Мероприятие во Франции, где даже к приему пищи относятся как к важной церемонии, собрало делегатов из 182 стран-участниц. Как всегда, особый восторг вызвал узбекский плов, давно ставший визитной карточкой Узбекистана. Еда просто замечательная. Мы стали свидетелями красивых танцевальных выступлений. Это хорошая возможность популяризации культуры. Мероприятия проходят на высшем уровне. Спасибо большое. Получили массу положительных эмоций. Я считаю, что здесь все фантастически. Спасибо организаторам. Как отметили участники, это культурное событие не просто знакомство с традициями узбекского народа, а день дружбы и общения.